Друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить о таком крайне полезном инструменте, как угольник Свенсона. Как оказалось, для многих моих знакомых это вещь какая-то необычная, диковинная, что-то для профессионалов и строителей. Но в этом видео я хочу показать те функции, которые есть у этого угольника, которые пригодятся каждому, кто хотя бы немного что-то делает своими руками. У меня вот такие китайские угольники, которые в принципе ничем не хуже оригинального. Но стоят 2-3 раза дешевле. Они стоят не дороже 1000 рублей, но пользы от них много. И в этом видео я хочу, чтобы вы в этом убедились сами. Угольники легкие и прочные. Сделаны из алюминия или сплавов алюминия толщиной 5 мм. Представляют собой прямоугольные треугольники, на одном из катетов которого имеется вот такой упор, с помощью которого легко опираться на заготовку и делать разметку. И вот самая базовая функция, как и всех остальных угольников, это разметка под 90 градусов и под 45 градусов. Тут все просто и понятно. Делать разметку доски для торцевания самое то. Но первая фишка этого угольника в том, что им можно отмечать не только 90 и 45 градусов. На нем можно взять вообще любой угол. Для этого есть специальная шкала в градусах. Пользоваться крайне легко. Упираемся углом с надписью Pivot, то есть начальная точка, и поворачиваем угольник на тот градус по градусной шкале, на который нам необходимо. Он должен совпадать с плоскостью. В данном случае это сторона доски. В моем случае это 20 градусов относительно черты. И, соответственно, 90 минус 20 будет 70 градусов относительно стороны доски. Следующая функция это Reismus. На стороне с сантиметровой шкалой внутри угольника имеются засечки, в которые, упирая карандаш, можно чертить линии с заданным расстоянием и параллельно плоскости, от которой необходимо сделать разметку. Например, легко можно разметить пополам доску шириной 100 мм. Еще одна полезная функция этого угольника – это разметка на определенном расстоянии от первой линии. Например, необходимо нанести две линии с расстоянием 5 см между ними. Проводим первую линию по угольнику, затем, не убирая угольник, отмечаем 5 см на соседней шкале в специальном окошке. И затем перемещаем угольник к отмеченной точке и отчерчиваем линию. Получаем отступ 5 см. Очень удобно размещать места установок стоек – в каркасных стенах или перегородках. Еще одна из функций угольника – это циркуль. Для этого вкручиваем саморез или вбиваем гвоздь в центр будущей окружности. И далее упираемся специальной выемкой в этот саморез. Теперь ставим карандаш в засечку с нужным размером радиуса. И, держа карандаш, вращаем угольник вокруг оси, упираясь выемкой в саморез. Получается достаточно ровной окружности. Также я знаю, по крайней мере, три способа нахождения угла. Например, стропил на крыше. Ставим угольник большей стороной или гипотенузой на верхнюю сторону доски. И, взяв отвес, или если его нет, то просто нитку с гайкой на конце. Фиксируем нитку в выемке в отметке пивот или стартовой точки. И смотрим на шкалу с градусами. То значение, на котором установилась нитка, вычитаем из 45 и получаем искомый градус. В моем случае нитка на 35 градусах. Соответственно, 45 минус 35, получаем 10 градусов. Почему вычитаем 45? Потому что это базовый или нулевой уровень, от которого делается измерение таким способом. Кстати, если нитка будет показывать на 45 градусах при таком измерении, то получается, что измеряемая плоскость расположена по уровню. Может иногда пригодиться, если нет обычного уровня под рукой. Также можно расположить угольник, как на видео. И примерно так же, продев нитку через выемку и зафиксируя значение, на котором установилась нитка от веса, можно измерить искомый наклон. Только вычитать его теперь необходимо не из 45, а из 90. Получаем 90 минус 80, те же 10 градусов. Телефон показывает то же значение, но по угольнику получится точнее, так как у телефона мешаются кнопки по бокам и плоскость не особо ровная. Еще один способ, при котором ничего ниоткуда вычитать не придется, это если применить совместно с угольником обычный пузырьковый уровень. Ставим на угольник уровень, как на видео, и, уперевшись базовой точкой, начинаем вращать угольник совместно с уровнем, до тех пор, пока на уровне пузырек не станет посередине. Теперь смотрим на шкалу градусов, там и будет указано искомое значение – 10 градусов. Также я довольно часто применяю угольник как упор для пилищего-режущего инструмента. Просто ставим угольник и, уперевшись лобзиком или ручной циркуляркой, в угольник отпиливаем заготовку. Легко отпиливаем 90 или 45 градусов, в зависимости, по какой стороне угольника идем. Но что делать, если у нас много углов, которые надо пилить или разметить, и они не 90 или 45 градусов? Для этого я беру простую удлиненную гайку и выпиливаю в ней небольшой паз 5-6 мм толщиной. Все, теперь вкручиваем болт в эту гайку и вставляем угольник в паз на гайке и прижимаем болтом. Берем угольником необходимый угол и фиксируем гайку болтом так, чтобы она служила второй точкой опоры. Я взял 15 градусов и теперь без необходимости отвлекаться на поиск угла я просто прижимаю угольник и делаю линии. Таким образом можно делать много спилов под нужным углом, не отвлекаясь на разметку. Друзья, надеюсь вам понравилось это видео и вы убедились, что такой угольник вещь действительно полезная. Я специально не стал обращать внимание на две другие шкалы, так как это действительно нужно больше для строителей. Шкалы показывают углы в процентах для обычных вальмовых и ендовых стропил. Возможно в будущем я об этом тоже расскажу, когда окажусь на каком-нибудь монтаже стропильной системы. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и в комментах напишите, есть ли у вас такой угольник и какими из функций вы пользуетесь. Если такого угольника нет, но появилось желание приобрести, то на всякий случай в описании под этим видео оставлю ссылки на Алиэкспресс, Яндекс.Маркет, где я найду подобные угольники и вы можете их там приобрести. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых встреч!